Сегодня депутаты вернулись к первому чтению краевого бюджета на 2024 год. Документ скорректировали после дополнительных 6 миллиардов рублей с федерацией. Итоговые строки – доходы 149 миллиардов, расходы 164. В некоторые сферы в следующем году федеральное поступление будет распределяться впервые. Это единая субвенция на достижение показателей государственной программы развития туризма – 111 миллионов рублей, а также субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом. Это на системы непрерывного мониторинга глюкозы общим объемом более 100 миллионов рублей, а также субвенции на приобретение беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти в области лесных отношений в части мониторинга лесопожарной обстановки. Отметили депутаты и еще один рост – собственных доходов. С 77 миллиардов этот показатель вырос до 89. Надеемся на свои силы, подчеркивали выступающие. Органы власти края берут перед собой амбициозные обязательства. Я скажу о том, что наши собственные доходы, мы их формируем в объеме 89 миллиардов рублей, они преврастают выше, чем на 14%. Отрасль реальный сектор экономики формирует на сегодняшний день и рост инвестиций, и, соответственно, рост капитала, и, соответственно, рост поступления доходов в бюджет. Ко второму чтению фракции подготовили больше сотни поправок на сумму 20 миллиардов рублей. В законопроекте учли на 6. Они коснулись комфортной городской среды, покупки медтехники, повышения зарплат бюджетникам. В целом к этой сессии потяжелел Дорожный фонд, бюджет КАИП и программы газификации. И хотя у оппозиции остались вопросы к окончательной редакции финансового документа Края, многие фракции отнеслись с пониманием расходов на СВО. Нравится ли нам фракция ЛДПР фактически секвестированный бюджет? Нет, не нравится. Нравится ли фракция ЛДПР программа развития Края по 2% в год? Да тоже не нравится. Понимаем ли мы, почему у нас бюджет такой, и почему денег с федерального центра пришло, скажем так, меньше желаемых? Да, понимаем. Необходимо индексировать доплапал пенсиям народным, заслуженным работникам заслуги перед отечеством, трудовые и боевые заслуги, полагающихся приемным родителям в месяц. Мы не можем проигнорировать вот это огромное количество граждан, доходы которых будут не индексированы, либо недоиндексированы. Не поддержать бюджет в такое время, не боюсь сказать, равносильно помощи врагам нашего отечества. КПРФ стала единственной фракцией, не поддержавшей бюджет. 15 депутатов воздержались. Это было главным вопросом сессии. Другое важное решение должно остановить геноцид пчел. Сегодня депутаты одобрили поправки, уточняющие процедуру обработки фермерами полей. Закон указывает четкие сроки и каналы оповещения, и информацию, которую должны указывать аграрии. Каким способом будет проводиться обработка полей? Воздушным, наземным. Наименование препарата обязательно указывается. Указывается и водозировка. Срок действия и срок изоляции пчел. Кроме того, сегодняшним решением у общественных наблюдателей, которые проверяют соблюдение прав человека в местах принудительного содержания, появилось краевое финансирование для оплаты бензина или транспорта или командировок за пределы края. В следующем году для них выделят 310 тысяч рублей.